На Армаде, в магазине, за окном устроен сад. Там летают голубь синий, снеги и риф в саду свистят. Я одну такую птицу за стеклом видал в окне. Я видал такую птицу, что теперь не спится мне. Ярко-розовая грудка, два блестящие крыла. Я не мог ни на минутку оторваться от стекла. И за этой самой птицы я ревел четыре дня. Думаю, мама согласится, будет птица у меня. Но у мамы есть привычка. Это сейчас всегда не то. Говорю я ей про птичку, а она мне про пальто. Что в кармане по дыре, что деручье во дворе. Что поэтому я должен забыть о снеге. Я ходил за мамой следом, поджидал ее в дверях. Я нарочно за обедом говорил о снегирях. Было сухо, но галоши я послушно надевал. До того я был хорошим, сам себя не узнавал. Я почти не спорил с дедом, не вертелся за обедом. Я спасибо говорил, всех за все благодарил. Трудно было жить по свете. И по правде говоря, я терпел мучения идти. Только ради снегиря. Да чего же я старался? Я с девчонками не дрался. Как увижу я девчонку, погражу ей кулаком. И скорее выйду в сторонку, пытаясь на одинаково. Мама очень удивилась. Что с тобой? Скажи на милость. Может, ты у нас больной? Ты не дрался выходной? И ответил я с тусклой. Я теперь всегда такой. Добивался я упрямо. Повозился я не зря. Чудеса, сказала мама. И купила снегиря. Я принес его домой. Наконец, теперь он мой. Я кричал на всю квартиру. У меня снегирь живой. Я им буду любоваться. Будет Петя на заре. Может, с нам можно драться. Завтра утром во дворе.